МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Люберцы подтверждают свой статус с территорией спорта. Все больше видов командных состязаний становится доступно для жителей округа. Последняя физкульт-новинка – тег-рэгби. Недавно игра появилась в расписании нескольких учебных заведений. Их команды встретились на площадке 28-й школы, чтобы проверить, кто же лучше владеет мячом. Тег-рэгби – только девушки. Воспитанницы 53-й, 28-й и 20-й школ – первооткрыватели английского вида спорта в Люберцах. Полина Шапорова давно увлекается командными играми. Не смогла пропустить и физкульт-новинку в школьном расписании. Я играла в баскетбол, футбол, а тут регби, и мне понравился этот вид спорта. Нужно думать, заранее продумать шаги, чтобы потом можно было обвести других защитников, игроков. Тег-рэгби – младший брат большого регби. Игра такая же напористая, но менее травматичная. В самый раз для начинающих спортсменов. Главный после мяча – аксессуар, пояс с лентами. Чтобы на время вывести противника из игры, достаточно сорвать одну из них. Тег – это игра без контакта. То есть это вводится в школы для популяризации, для развития регби. И дабы можно было играть в зале, вводятся вот эти ленточки, так называемые теги. Это имитация захвата. Лучше, чем в тег-рэгби, Денис Фешин разбирается в большом регби. Уже год он развивает этот вид спорта в Люберцах. На базе детской юношеской спортивной школы Олимпийского резерва собрал команду юниоров. Стать ее частью смогут и лучшие игроки окружных соревнований по тег-рэгби. Дарья Борисова, Александр Моисеев, телеканал ЛРТ.